Другим темам. Сегодня в России отмечается День работников СИЗО и тюрем. В этом году он проходит в 12-й раз. В Чувашии два следственных изолятора в столице и в городе Цивильск. В режимном учреждении Чебоксар моим коллегам рассказали о специфике работы и условиях содержания последственных. О следственном изоляторе на Константина Иванова ходят легенды. С 1648 года до наших дней сохранилась старинная часть здания. Собственно, тюремный замок. Один из мифов, что в этих стенах какое-то время находился тот самый Степан Разин. В нашем учреждении имеется подземный ход, по которому каторжников раньше вели на Волгу. За несколько веков здание не раз подвергалось реконструкции. Специалисты показали последний макет. 36 камер, 6 из которых тоже были построены более 300 лет назад. СИЗО можно сравнить с отдельным государством. Так говорят сами сотрудники. Оказавшись на территории, понимаешь, что здесь свои законы жизни. Добровольно находиться за решеткой день за днем на это способен не каждый. Прежде всего сотрудник должен быть подготовлен к этой службе, потому что мы имеем дело с лицами, которыми так или иначе приступили закон. Должен быть морально к этому готов, должен быть такой твердый стержень у него внутри, для того, чтобы не сломаться. Потому что действующим законодательством на сотрудника возлагается обязанность по соблюдению правопорядка в нашем учреждении. Стабильная должна быть обстановка в учреждении, пресечение всех противоправных действий. Это комната краткосрочных свиданий. Продолжительные встречи с подследственным или подсудимым не положены. Норма жилой площади в камерах 4 квадратных метра на обвиняемого. Требования соблюдены в полной мере. В СИЗО своя психологическая лаборатория. Штатный специалист работает как с подследственными, так и с сотрудниками. В кабинете психолога словно забываешь, что вокруг решетки и колючая проволока. Но ненадолго. Бдительность здесь превыше всего. С чем только не сталкиваются, например, при приеме передачи для подследственных. Последний запрещенный предмет – это были дрожжи, которые были ущерненным способом спрятаны в кофе в три в одном. Как бы люди не хотели вложить запрещенный предмет, мы все равно запрещенный предмет обнаружим. При всех сложностях сотрудники работают здесь годами и не перестают верить, что спецконтингенту никогда не поздно встать на путь исправления. Татьяна Трофимова, Сергей Адушкин, Республика.